Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. 57 машин неотложной помощи получили поликлиники и больницы Самарской области. Ключи от автомобилей главврачам вручил губернатор Дмитрий Азаров. В России подходит к концу декларационная кампания, кто должен предоставить сведения в налоговую и какими способами можно это сделать. Всю жизнь играем в куклы. Выставка под таким названием открылась в Самаре. Свои работы представили более 300 мастеров со всей страны. Стало известно, когда бассейн на 116-м километре откроет двери для посетителей. Сейчас там завершается монтаж систем безопасности. 57 машин неотложной помощи получили поликлиники и больницы Самарской области. Всего в этом году в распоряжение медучреждений поступило 97 новых автомобилей. Обновление автопарка медучреждений первичного звена стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения. Ключи от автомобилей главврачам вручил губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в нашем сюжете. 17 новых автомобилей «Нива» и 40 «Лада Гранта» поступили в распоряжение 32 больниц и поликлиник Самарской области. Автомобили предназначены для оказания неотложной помощи. Яслям Тимралеев работает водителем в поликлинике уже почти 20 лет. За это время приходилось управлять разными автомобилями. Признается, есть с чем сравнить. Теперь осваивает новенькую «Ниву». Машина оборудованная, гидроусилитель, кондиционер, отдельное отопление идет на будку, климат. Полностью все, что нужно для машины есть. Плима, подвеска, все для водителя, даже регистратор есть. Три автомобиля отправятся в 15-ю Самарскую поликлинику. По словам главврача Анны Дюбайло, за последние 4 года в поликлинике полностью обновили автопарк. Конечно, это большое подспорье в лечебном учреждении первичного звена. Мы выполняем огромную работу, в том числе на дому. То есть мы на сегодняшний день большому количеству населения, пенсионного возраста, пожилым гражданам, маломобильным гражданам, инвалидам, оказываем помощь на дому, плановую, неотложную. И на сегодняшний день, конечно, это очень актуально. В торжественной обстановке ключи от автомобилей главврачам медучреждений вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего в этом году медучреждения региона получили 97 автомобилей. 40 из них губернатор вручил месяцем ранее. Я очень рад, что мы продолжаем программу модернизации первичного звена здравоохранения, когда Самарская область первой в стране ее начала. За последние годы мы полностью обновили парк и скорой помощи, и неотложной помощи. Обновление автопарка медучреждений первичного звена стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения, реализуемому по решению президента. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. В департаменте городского хозяйства и экологии обсудили ситуацию с паводком. Совещание провел заместитель главы Самары, руководитель департамента Александр Андреянов. Напомню, что в отрасли ЖКХ и благоустройства ранее были проведены необходимые работы на объектах инженерной инфраструктуры, жилищного фонда, дорожного хозяйства. На данный момент подтопление не угрожает горожанам. Уровень воды составляет 31 метр балтийской системы высот, но не исключены экстренные ситуации, к которым готовы все ответственные службы. Определены территории, на которых возможны подтопления. В основном они находятся в Куйбышевском, Красноглинском и Кировском районах. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары. Организованы пункты временного размещения жителей. Тем, чьи дома в зоне риска, передают памятки и рассказывают, как действовать в случае прихода большой воды. Информировать помогают администрации внутригородских районов. У нас на прошлой неделе прошли командно-штабные учения, где все эти ситуации были разобраны, были представлены объекты ПВР, рассмотрены, как они внутри функционируют. Сейчас районы готовят справки и раздают памятки о том, что делать в случае подтопления, куда идти, какие документы забирать. В общем, все, что должен сделать житель в ситуации, если она будет критической. Также остро стоит вопрос с вывозом мусора с контейнерных площадок. В ходе встреч с представителями организации перевозчиков и регионального оператора по обращению с ТКО выяснилось, что существует нехватка водительского состава, а также имеются факты поломки техники. Чтобы справиться с объемом работ, перевозчикам предложили выходить в дополнительные смены. Профильный департамент настаивает на том, чтобы меры были приняты незамедлительно, в том числе на уровне менеджмента, повышение эффективности управления ресурсами, чтобы не допускать таких ситуаций впредь и обеспечить чистоту контейнерных зон. На улице Чернореченской продолжается комплексное благоустройство работы, предусмотренное в рамках двух национальных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда». А пока специалисты ресурсоснабжающих организаций за счет собственных сил и средств перекладывают изношенные инженерные коммуникации. Как только эти работы завершат, начнут обновление дорожного полотна. Проезжую часть расширят. Где именно узнала наша съемочная группа? В Самаре преображается улица Чернореченская. Предусмотрено комплексное благоустройство. Появится комфортный бульвар в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». А уличную дорожную сеть приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В частности, обновят тротуары, бортовой камень, уложат высокопрочное дорожное покрытие, расширят проезжую часть. На подъезде к перекрестку с улицей Владимирской появится дополнительная полоса движения. Переустройство было необходимо, чтобы избежать скопления транспортных средств на улице Чернореченской перед Владимирской, потому что здесь будет организована дополнительная полоса. Соответственно, автомобили могут беспрепятственно поворачивать на правую полосу. А тем, кому необходимо осуществить поворот налево, не будут ждать, соответственно, тех, кто будет поворачивать направо. Пока же специалисты ресурсоснабжающих организаций трудятся над перекладкой изношенных коммуникаций, ремонтируют два газовых ввода, модернизируют систему электроснабжения, обновляют тепловые сети, которые идут поперек улицы Чернореченской. Вдоль улицы перекладывают систему холодного водоснабжения. По словам жителей, здесь нередко возникали проблемы с коммуникациями. Регулярно происходили повреждения труб. Постоянно отключать то холодную, то горячую воду. Смотрю, новые огромные трубы ставят. Слава богу, заживем. В профильном департаменте отмечают, что это первый столь масштабный проект, когда на одном объекте запланирован максимальный спектр работ. Причем основные плановые перекладки инженерных коммуникаций организованы за счет средств сетевых компаний. Контроль за выполнением всех видов работ ведется постоянно. Сейчас подрядчики справляются в поставленные сроки. Это очень важно, потому что время очень сжато, и любое нарушение их работы, оно приведет к тому, что возможно сорвутся сроки по благоустройству самого бульвара. Поэтому следим за этим очень тщательно, и пока сбоев нет. Ориентировочно уже через неделю в тех местах, где нет пересечений с ремонтируемыми сетями, дорожный подрядчик приступит к ремонту тротуаров. Старое покрытие рабочие удалят. В дальнейшем будет уложено новое покрытие, тоже асфальтобетонное. Комплексное обновление улицы Чернореченской завершится в этом году. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров, События. На Самарской набережной готовят к лету скульптуры. К 1 мая приведут в порядок 26 композиций. Как проходят работы, увидела наша съемочная группа. Вот купальщица, она любит воду, мы сейчас ее умоем. На Самарской набережной начали отмывать скульптуры. Первые водные процедуры приняла и бронзовая купальщица. По набережной любит прогуливаться Иван Морозов, актер Самарского театра драмы. Рассказывает, обожает рассматривать расположенные здесь скульптуры. Они создают настроение, поэтому нуждаются в уходе, особенно после зимы. Конечно, как же, и голуби их портят, и от времени они покрываются пылью обязательно, надо обязательно. На одну такую скульптуру уходит около 50 литров воды. Всего на Самарской набережной находится 26 композиций. В рамках апрельского месячника их приведут в порядок 1 мая. На очереди памятник Григорию Засекину, который отмоют в ближайшее время при помощи гидроподъемника. После помывки на памятник нанесут специальные средства. Это поможет сохранить его первоначальный вид, защитить от новых загрязнений и окисления. Блесить будет. А это не вредит скульптуре? Нет. Работники муниципального учреждения «Самарская набережная» рассказали, что в предыдущих теплых сезонах приходилось удалять граффити с отдельных объектов. В этом году необходимости в таких работах не возникло. Отдыхающие стали бережно относиться к имуществу общественной территории. После апрельской генеральной уборки скульптурные композиции будут мыть дважды в месяц в течение всего теплого сезона. Также рабочие следят за частотой пешеходных дорожек, лавочек, газонов, детских и спортивных площадок. Сезонные работы организованы ежедневно с 6 утра, чтобы не мешать отдыхающим. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События. Территория будущего. В Самаре планируют построить студенческий городок, в котором смогут жить, работать и учиться не только жители региона, но и других городов и стран. Какие объекты планируют создать и как будет устроен межвузовский кампус, узнала Полина Челякова. Совсем скоро в северной части города рядом со стадионом Самара-Арена стартуют подготовительные работы по возведению современного межвузовского международного кампуса. В этом проекте активно принимают участие такие вузы, как Самарский научно-исследовательский университет имени Королева, Политех, Самарский государственный университет путей сообщения и Самарский медуниверситет. В студенческом городке появится 5000 мест жилой инфраструктуры, а рядом разместят две школы, два детских сада, офисные центры. Уверен, что сегодняшний проект, который мы, так сказать, сегодня активно реализуем в нашем регионе, даст дополнительные возможности для самореализации людей, граждан, как Самарской области, так и, соответственно, гостей из других регионов, из других стран, которые, уверен, проучившись в нашем кампусе, останутся работать, жить, творить на территории нашего региона. Одна из задач кампуса – не только создать условия для качественного образования, но и привлечь студентов из других городов и стран. Концепция кампуса предполагает, что студенты будут учиться 4 из 5 дней, не покидая этой площадки, а один день будут ездить на практику. Для этого сейчас разрабатывают план развития транспортного сообщения. Сегодня вот эта территория планируется как такая полноценное, комплексное развитие, связанное с бизнес, наукой, отдыхом, продвижением региона. И все это вместе взятое, конечно, будет работать в целом на Самарский регион. В создании студгородка примут участие ведущие компании не только Самарской области, но и других регионов. В полном объеме он должен заработать уже в 2027 году. В России подходит к концу декларационная кампания за 2023 год. Физические лица отчитываются о полученных доходах. Когда заканчивается срок сдачи декларации, кто должен предоставить сведения в налоговую и какими способами можно это сделать, узнали корреспонденты о событиях. 2 мая завершается декларационная кампания, когда физические лица, получившие доход в 2023 году, должны представить декларацию о своих доходах по форме 3 НДФЛ. Отчитаться должны граждане, которые в прошлом году продали недвижимость или транспорт, которые были в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доходы от зарубежных источников. Отчитаться о своих доходах и задекларировать доходы, исчислить налог необходимо для того, чтобы заплатить налог в наступающий срок. Напомню, что налог уплачивается, рассчитанный на основании декларации, не позднее 15 июля. Декларацию можно заполнить и представить несколькими способами. Самый удобный – через личный кабинет налогоплательщика, либо с помощью программы «Декларация 2023» на сайте ФНС России, либо подать декларацию на портале госуслуги. Бумажные декларации можно сдать в налоговую инспекцию лично, направить по почте или представить через МФЦ. Если физлицо не представит декларацию до 2 мая и не оплатит налог до 15 июля, налоговые органы будут в праве самостоятельно провести камеральную проверку и доначислить налог. Все прочитал в интернете, все понятно. Важно и самому спокойно. Нет потом никаких проблем, ни пения, ничего. Вовремя оплатил и все. В рамках декларационной кампании УФНС России проводят во всех налоговых инспекциях Дни открытых дверей. Они пройдут 24 и 25 апреля. Самарцы смогут задать интересующие их вопросы сотрудникам и подключиться к личному кабинету налогоплательщика. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. Эльфы, принцессы, мишки и оловянные солдатики. Эти сказочные герои представлены на всероссийской выставке «Всю жизнь играем в куклы». 300 мастеров со всей страны приехали показать свои работы и рассказать, как их создавали. Наш корреспондент Елизавета Прокопенкова побывала на выставке и узнала секреты появления оловянных солдатиков. «Всю жизнь играем в куклы». Выставка под таким названием прошла в музей имени Алабина. 300 мастеров со всей России приехали показать своих эльфов, принцесс, зайчиков и мишек. Игрушки дизайнера Ольги Жариной уже не первый раз участвуют в подобных выставках. Игрушка сама обычно диктует свой образ, свой характер. Вот там вот буквально это выстраивается уже, когда нарисуюсь ему лицо. Вот поставишь глаза и нос на определенное место, уши ниже, уши выше, уже меняется выражение мордочки. И в зависимости от этого уже появляется характер. На выставке можно было не только увидеть характерные игрушки, но и научиться их делать. Михаил Косачев из Кирова создавал оловянных солдатиков прямо на глазах у посетителей. Попалась статья, которая грузила топ-10 самых дорогих мужских подбиваний. Я подумал, надо с чего начать. Начал читать, смотреть. И вот там 5-6 место. Это была как раз тема оловянных солдатиков, то есть и коррекционирование, и изготовление. Для того, чтобы создать маленького воина, нужно сначала обработать специальную форму тальком, чтобы воздух не попал в залитый металл. Тальк забивает микропоры в ней, и как бы не должен... То есть солдатик, к слову, многие, которые из сказки, он получился не потому, что металла не хватило, а потому что просто была нарушена технология, и там образовалась так называемая воздушная пробка. После обработки тальком две части формы соединяют вместе и надежно скрепляют между собой. К этому времени сплав из олова уже растопился. Его заливают внутрь формы. Через 7 минут металл застывает. Теперь можно доставать фигурку. Открываете на разрыв. И вот наш боец. Причем обращаем внимание, что у нас помимо сопла солдатика, отлилась еще вот так называемый литник. Литник удаляют при помощи кусачек и переходят к самой кропотливой части работы – шлифовке. Это занимает около 10 минут. После чего оловянный солдатик готов к покраске. У меня появился вот такой маленький защитник-стрелок размером в 28 миллиметров. Это стандартный размер пехотинца. Размер всадников составляет около 40 миллиметров. Такие нормы появились в 18 веке, когда оловянные бойцы вышли в массовое производство. Коллекционеры придерживаются их и сейчас. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Люди, которых в этот вечер объединило искрометное чувство юмора. Самара встретила участников КВН, которые боролись за выход в четвертьфинал Центральной Лиги Самары. Из каких городов приехали участники и кому удалось пройти в следующий этап, узнала наш корреспондент Полина Челюкова. Веселые и находчивые вновь съехались в Самару со всей страны. В сердце Поволжья состоялась вторая игра 1-8 Центральной Лиги «Самара». Город начал принимать гостей еще в начале года, когда лига получила статус центральный. А в марте стартовало открытие сезона. География участников разнообразна. От Калининграда до Южного Урала. За выход в четвертьфинал борются 18 команд, поэтому 1-8 проходит в течение трех дней. В один из них на сцене соревновались три самарские команды. Клевер, Ничо-таки, сборная Самарского политеха. А также команды «Дон Терекон» из Шахтинска, «Южный Урал» из Башкортостана и Оренбуржья, «Стелла Магнетик» из набережных Челнов и столичная команда «Таков Путь». Мы уже здесь такие бывалые, так скажем. На самом деле КВН – это уже, наверное, каждый КВНщик скажет, что жизнь – это раскрытие себя, это раскрытие какого-то своего внутреннего потенциала. КВН – это просто кайф. Люди делают то, что они любят, занимаются тем, чем хотят, чем они горят, чем они, возможно, захотят заниматься дальше и находят себя в этой простой, казалось бы, игре. Так как мы действительно хозяева сегодня, одни из хозяев, так сказать, самарского КВНа, мы постараемся своих болельщиков и просто самарского зрителя порадовать чем-то близкому нам, самарцам. Победителем второй игры стала команда из Шахтинска, которая автоматически прошла в четверть финала. А приз зрительских симпатий забрал «Южный Урал». Настрой, естественно, боевой. Хотим выигрывать, чтобы дальше в Самару приезжать. Это веселая компания, друзей, единомышленников. Все играют, веселятся. Следующие игры пройдут также в Самаре. Финал состоится в декабре. Полина Чулякова, Валерий Майоров. События. Проявить гибкость, силу и выносливость в парке имени Гагарина состоялся весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Какие нормативы сдавали и почему самарцы стремятся попасть на спортивный праздник, расскажем в сюжете. От шести лет и старше сдать нормативы ГТО под силу и взрослому ребенку. Чаще всего на фестиваль «Готов к труду и обороне» приходят семьями. Юлия Павлова с дочерью Кирой уже не в первый раз принимают участие в спортивных состязаниях. Очень нравится организация, очень нравится то, что здесь много детей, много взрослых, и все приобщены к спорту, и развиваются ценности здорового образа жизни и спортивных интересов. Среди упражнений наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лежа на спине, подтягивания из виса на перекладине, рывок к гире, прыжок в длину, бег на разные дистанции и многое другое. Есть обязательные испытания, а есть по выбору. Всего 18 ступеней в соответствии с полом и возрастом. Конечно, ГТО – это своеобразный такой экзамен. И тот человек, который выполняет норматив ГТО, он однозначно занимается физическую турь спортом, потому что он обязан быть сильным, быстрым и гибким. Так что в рамках этих фестивалей люди как раз и доказывают ту свою приверженность к физкультуре и спорту, к которой они, соответственно, тянутся. Регулярно на фестивале «Готов к труду и обороне» регистрируются около 200 участников. Чтобы больше людей смогли проявить силу, гибкость и выносливость, фестивали ГТО с этого года стали проводить чаще. А летом в парке Гагарина каждые выходные будет работать стационарная площадка. Для участия в испытаниях необходимо заранее зарегистрироваться и предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний. Хочу обратиться к всему населению, чтобы как можно больше приобщались с ценностями здорового образа жизни и к спорту. Также участвовали как можно больше людей в этих фестивалях различных, которые организовываются у нас на территории городского округа Самары. Не только марафоны или патриотические забеги, но и в этих городских фестивалях. Чтобы как можно больше людей, взрослые, показывали своим примером детям, что можно заниматься, что нужно заниматься этим видом деятельности. И укрепляли здоровье, подтягивались к нашему движению ГТО. Победителям фестиваля традиционно вручают золотые, серебряные или бронзовые значки «Готов к труду и обороне». Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Руководитель Департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чиканов рассказал, почему бассейн на 116-м километре закрыт для массового посещения. Сейчас особые требования предъявляются к вопросам антитеррористической защищенности объектов. При проектировании бассейна не были предусмотрены системы внутреннего видеонаблюдения и системы контроля учета доступа, которые являются важными элементами безопасности. Сейчас ведутся завершающие работы по монтажу данных систем. В бассейне работают. В бассейне занимаются дети, которые числятся в спортивной школе Олимпийского лидера номер 8. Это две группы, 30 человек. Занимаются они 6 раз в неделю на протяжении уже 2,5 месяца. Также за это время были организованы два мастер-класса для старшего возраста. Это жители как раз нашего города. Мастер-классы прошли под руководством Александра Кудашева и Татьяны Климентовой. И были два мастер-класса, которые проводили в зале гимнастики и в тренажерном зале. На этой неделе пройдет тестирование систем безопасности. И уже с 4 мая бассейн будет открыт для всех желающих. Для пропуска на тренировку нужно иметь при себе медсправку и паспорт, чтобы заключить договор на посещение. Далее вас ждет обзор телеграм-канала в городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской напоминает о конкурсе на лучшие авторские путешествия «Почувствуй Россию». Любители отдыха в России смогут претендовать на главный приз. Тур по стране от программы Росмолодежи, в который можно будет отправиться в любое удобное время. Срок приема конкурсных заявок до 17 июня. Победители объявят 8 июля. Номинация «Лучший туристский маршрут для семей с детьми», «Инклюзивный туристский маршрут», «Маршрут промышленного туризма», «Лучший маршрут сельского агротуризма», «Лучшее эко-путешествие», «Памятники зодчества», «Молодежный маршрут», «Маршрут активного долголетия». Администрация железнодорожного района напоминает, что Госуслуги Дом – удобный инструмент для решения бытовых вопросов. Это приложение для собственников жилья в многоквартирных домах. С его помощью удобно решать все вопросы ЖКХ онлайн, передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные счета, отправлять заявки в управляющую компанию, изучать отчеты управляющей компании, на какие работы и сколько тратится средств, голосовать на собрания их собственников, если они организованы в электронном виде, следить за проведенными и запланированными работами по капремонту, а также узнать их стоимость и сроки. Департамент транспорта Самары напоминает, что сейчас в регионе проходит «Весенняя неделя добра-2024». Ежегодная добровольческая акция направлена на вовлечение молодежи в активную добровольческую деятельность, решение социально значимых проблем Самарской области. Приоритетными направлениями акции является оказание помощи ветеранам войн и семьям участников специальной военной операции, пожилым людям, экологическая деятельность, связанная с посадкой деревьев и уборкой домов и многое другое. Всех желающих приглашают принять участие в акции «Весенняя неделя добра». На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи!